здравствуйте всем очень рад вас приветствовать очень волнуюсь честно говоря потому что не знаю почему потому что на самом деле у меня как бы вроде бы должен быть большой уже опыт вот такого лекторства потому что я преподаю в сибирском федеральном университете и это такой уже тоже довольно большой опыт 18 лет буквально за плечами этого преподавания но еще я искусствую по образованию и преподаю в частности в поздеевке это новая художественная школа имени поздеева еще я в группе команды на агент создаю образовательные события в общем очень много таких вещей которые вроде бы должны мне помогать построить лекцию но каждый раз волнуюсь потому что все зависит от двух сторон любая встреча это вклад двух сторон поэтому всегда есть какой-то требует от того а кто придет как удастся нам найти общий язык и какой он будет этот общий язык потому что он каждый раз тоже какой-то новый я это все про себя понаписала чтобы хотя бы коротко представить вам что вот эта тема почему все художники она для меня и не не посторонние очень долго мы работали с этим вот еще когда училась потом вот это преподавание у нас есть специальный курс теория связанные как раз вот с искусством в первую очередь и оттуда из психологии искусства очень много данных которые мы сегодня с ними с вами с чем-то вы познакомитесь с чем-то может быть вы уже знакомы мы так с вами найдем до точки соприкосновения я бы хотела сейчас вот связи с этим вопросом почему в детстве художники а потом не все попросила бы сейчас вас поднять руки тем кто в детстве рисовал а кто не рисовал в детстве есть воздержавшийся не важно как рисовали заметьте а кто сейчас рисует а а кто профессионально рисую сейчас насильно меньше до товарищи кто поднял руку и точно рисовал в детстве но не рисует профессионально сейчас как вы думаете зачем вы это делали есть у вас хоть какой-нибудь ну вот сейчас самом начале просто хотелось тоже версия да в конце концов карандаши же куплены куплены рисует но заметьте мы почему-то редко это делали из-под палки да я думаю что даже если там не купили карандаши вдруг мы начали бы рисовать кто на чем пальцем на стекле и палочкой на песке еще лучше зеленкой на обоях ну и против прекрасные вещи все что рисовательный вдруг начинал рисовать мы сегодня с вами поговорим о том что это нам дало и что это нам дает и собственно говоря это и будет ответ на вопрос наверное какой-то из вариантов этого ответа на вопрос и сначала посмотрим на некоторые визуальные объекты и попробуем понаблюдать а как мы видим и что именно мы видим вот один из таких объектов например вот что вы видите сейчас как бы вы это описали оптическая иллюзия в чем состоит она почему на иллюзия и он не замкнут и он разорван в пространстве прямо да смотрите это треугольник пендроуза это действительно невозможный объект или невозможные фигуры их так называют те фигуры которые в реальности считать не могут мы не можем его построить в реальности но в изображении существуют мы можем это изобразить мы можем изобретен существующие по сути это три грани куба которые мы можем завязать треугольник если нарисуем а А если будем пытаться это сделать в физической реальности, у нас не получится. Это очень интересная вещь. В этом смысле, вот эти невозможные фигуры, применяемые в частности художниками, все ли здесь реалистично в изображении? Посмотрите, что вы видите и что может быть. В чем странность? В чем странность? Ну, получается, они в каких-то местах завесницы, в каких-то берегах, то есть, в каких-то странах, наверное, есть. Сначала видишь, что это мост, потом видишь, говорит, нажать. И мы можем видеть две реальности сразу. Смотрите, да, вот это очень интересно. Вы правы, что сначала мы смотрим, например, на мост. Вот, да, это вот такое русло, да, для этой реки искусственное создано. И мы его видим вот таким. И видим, что оно протяженное, непрерывное. Но вдруг мы видим два этажа, и они становятся друг над другом. И наш глаз одновременно видит. Если переключаемся с одного объекта на другой в этой части, да, то мы видим то непрерывный вот этот вот шаг воды, то все-таки этажность. И то это один уровень, то их два. И наш глаз ловит сразу две реальности, которые в физическом мире мы бы никогда не смогли совместить вот так. В этом смысле мы, наше зрение, удивительная вообще вещь на самом деле. Смотрите, оно соглашается на то, чего быть не может. Мы, конечно, замечаем и говорим, ну, это не похоже на правду. Не зря там вот этого прекрасного Маурица Эшера зовут таким художником-математиком. Это график 20 века, нидерландский, очень интересный, который как раз работает с такими невозможными фигурами, с невозможными объектами. Вот еще одно из его произведений. И мы с вами здесь видим тоже один из невозможных объектов. Видите ли вы его? Это лестница, которая зациклена. Да, совершенно верно. Зацикленная лестница, по которой вы можете прийти в ее начало. Чего быть не может, но этот объект, по сути, оказывается представленным. Вот это очень интересный эффект того, что мы видим в визуальном материале. Заметьте, что визуальный материал в этом случае, вот в этих показанных мной примерах, он наш глаз, с одной стороны, обманывает, а с другой стороны, он же совершенно с ним честен. Мы же можем увидеть несоответствие. Но мы как бы ловимся на вот ту реальность, которую он нам дает. И в этом смысле, смотрите, визуальный материал может представить то, чего быть не может. Вообще никогда. Очень интересная вещь. И здесь, конечно, ответом на этот вопрос, наверное, будет такое следующее наше размышление. Что позволяет нам увидеть то, чего нет? Что позволяет помыслить то, чего мы не знаем? Когда мы приходим? Воображение. Раз. Ничего. Может быть, есть версия. Когда человек приходит к тому, чего до этого не знал? Опыт. Какой? Методом пропавших всегда. Можно не экспериментировать, да, не ставить лабораторные эксперименты, а к чему-то прийти. Вообще, все, что мы обращаем в целом зрительного опыта, потому что что-то посмотрели, все такое, то есть, знаете, картины, строятся на опыте того, что мы были, то есть, последнее, что мы были, что верхушка здания прямая, что здесь идет вверх. Ну, типа, вот, совмещение. И потом мы осознаем, что это несовместимо, да, следующий наш шаг, мы осознаем, что это все-таки несовместимо. Вот смотрите, мышление. У нас с вами сегодня речь пойдет о мышлении, о визуальном мышлении. И воображение – это часть, очень такая существенная часть визуального мышления и мышления вообще. Потому что главное, что нам дает мышление, это то, что мы способны помыслить то, чего до этого не было в нашем опыте. Ну, например, ну, один из примеров – это как вообще, я всегда этому удивляюсь, как античные греческие философы предполагали, что то, что там над нами ночью зажигается, да, мы говорим «зажигается», мы говорим «звезды», а они считают, что это планеты, они считают, что эти планеты сферичны. Как? Как однажды в одной из летних школ у нас пытались повторить, вот одни моих коллеги, повторить этот прекрасный опыт замера, стоя на Земле, вот здесь прямо, замера расстояния до Луны. Оказалось, что погрешность его очень небольшая, когда в 20 веке посчитали расстояние до Луны с помощью измерения, да, скорости света и так далее, вот возвратной скорости и так далее. И оказалось, что погрешность посчитанного вот этого расстояния, посчитанного еще в античные времена, оказалась очень небольшой. Как человек может, не имея опыта, без линейки, да, где вот он бы замерял это расстояние, как он может это сделать? Это, конечно, мышление, которое совершенно удивительно. И наш с вами сегодняшний материал, он посвящен визуальному мышлению. Перед вами цитата Рудольфа Арнхейма, одного из первооткрывателей визуального мышления, специалиста в области психологии и искусства, который очень много работал с визуальным материалом. И, собственно, он, у него есть такая прекрасная статья, называется она «В защиту визуального мышления». Он на самом деле правда выступал в защиту, можно было бы сказать, что он такой адвокат визуального мышления, потому что он опровергает в своих работах, опровергает общепринятые тогда и до сих пор, в общем-то, не разочаровавшие очень большое количество исследователей, ученых, мужей. Вот это представление о том, что мышление – это вещь рациональных усилий наших, такой процесс рациональный, абсолютный, поэтому он не связан с восприятием. Нужно сначала получить данные, это такой подготовительный этап, а дальше мы про них помыслим. И Арнхейм это говорит про другое. Он говорит, я делаю и мыслю одновременно. Это очень интересное утверждение. Вот здесь он нам в эту защиту визуального мышления говорит о том, что все и всюду прибегают к визуальному мышлению. И приводит в пример, как раз, например, игру в шахматы. Все же играли в шахматы, да? Нельзя методом проб и ошибок играть в шахматы. Как только ты, мысля, ход потянулся к фигуре, твой противник прочел тебя, он прочел твой ход. И он тебя теперь обставит. Причем обставит тебя, если он хороший шахматист, он обставит тебя на несколько ходов. У него в голове будет несколько схем, потому что ты попытался взяться за коня. И он говорит, ага, конем, значит туда. И так далее. Как мы мыслим ходы в шахматной партии? Мысленно представляя фигуры, так ведь? Да. Именно визуально, потому что по-другому никак. Нельзя это словами, это невозможно словами думать. Мы можем думать только визуально. И вот Арнхейм как раз описывает. Все и всюду прибегают к визуальному мышлению. Она направляет фигур на шахматной доске и определяет глобальную политику на географической карте. Два лохи грузчика, поднимая рояль по височей лестнице, пользуются визуальным мышлением, чтобы представить себе сложную последовательность подъемов, толканий, наклонов и разворотов инструмента. Кошка мыслит визуально, когда собирается преодолеть коварный лабиринт, состоящий из выступов и впадин одним элегантно рассчитанным прыжком. Красивая фраза, которая правда очень многое объясняет, потому что к нашему опыту опять же прибегает. Шахматные партии в меня очень хорошо попадают здесь. Я понимаю, что по-другому я никак не смогу рассчитать, как бы мне пойти, если не буду представлять, какая фигура куда шагнет и что будет следующим входом. Я представляю и ходы противника, но тоже делаю это визуально. Мне важно удерживать перед глазами этот образ, пошедший на какую-то клетку фигуры. И что будет происходить дальше, тоже все происходит визуально. И Арнхейм в одной из работ предлагает такую классическую задачку. Давайте представим, что сейчас без 20-10, и когда пройдет полчаса, то будет сколько? Кто нашел ответ? Десять минут одиннадцатого, да? Десять минут одиннадцатого. Да, да. Ну, это понятно. Такая ошибка была техническая. А скажите, как вы это сделали? Как вы рассчитали? Стрелки представили. Стрелки представили. А был кто прибавлял? Десять минут. Вот это удивительно. Я себе скорее представил цифроплату, который написан здесь высок. Угу. Потому что сейчас мы допустим про стрелок, а у меня сложится всегда. А, да. Мои студенты об этом часто говорят теперь. Они говорят, мы больше не представляем циферблатов. Вы, говорят, в другом веке живете, Наталья Николаевна. Ну, вы совершенно правы, да? Будет десять-десять. И представление циферблата, или там перевод стрелок, или даже представление, вот визуально хотя бы цифру представить, ты понимаешь, что до круглого не хватает всего двадцати, значит десять будет в остатке. Вот это тоже визуальный опыт, визуальное оперирование, когда мы представляем себе цифры, ну, как вот этого вот циферблата, да, такого электронного, то мы тоже, получается, визуально оперируем. И в этом смысле мы оказываемся в поле действия нашего визуального мышления, хотя, в общем-то, этого не замечаем. Может быть, у вас еще есть какие-то визуальные образы, которые устойчивы. Например, как вы считаете, какое число будет в какой день недели? Есть ли какой-то визуальный образ у вас с этим, может быть? Ну, мы такие вот, 26-й и четверг. Календарь. Календарь. Как вот красные выходы и вот. И вот до этого есть еще пять дней, да. Высказывали, что две недели считают, по дневнику школы. Да, да. У вас нет? Угу. У кого-то год по кругу идет, и, ну, например, и у кого-то, вот у меня лично, Новый год, он где-то вот сверху, а у меня у мамы, он где-то за Новый год. О, интересно. То есть точки отсчета по-разному расположены? У кого-то по часу, а год против, ну, так же идет. Угу. И поэтому представить себе образ сезона, это вот какая-то своя картинка. Если, допустим, взять такие примеры, то, допустим, я не могу по цифрам сказать, какая нота на каком ноту на клоиспоне на гитаре, но я могу увидеть и показать, и нажать, типа, то есть... Угу. Угу. То есть описать этого нельзя, а визуальный образ держится. Ну да, придется думать и представлять этот образ, и описывать образ в таком случае, да. Угу. Ну вот видите, какие интересные примеры, да, того, что мы действительно визуально оперируем много. Арнхейм об этом тоже пишет, как раз уже приближаясь к моменту не только восприятия визуального материала, но и такого визуального оперирования, да, визуализирования, делания, создания чего-то визуального. Он вот о чем пишет. Он говорит о том, что мы действительно зачастую считаем, что замысел художника как бы предшествует тому, что он сделал. Вот он сначала замыслил что-то, а потом он много готовился. Да, и у нас есть действительно академические примеры. Тот же самый Александр Иванов, который, у него масса работ, он в Палестину выезжает для того, чтобы, да, вот написать пейзажи. Он долго ищет типажи для своих персонажей. И дальше он пишет, да, вот эту большую композицию «Явление мессии», которая сегодня в Татиковской галереи висит. И мы можем увидеть, какой большой-большой подготовительный этап был, сколько было эскизов композиции на самом деле. Но Арнхейм про что говорит? Он говорит, но не факт, что в этот момент замысел не формировался. И что это был процесс, и что этот процесс как раз нам позволяет увидеть, как происходило мышление. И он пишет вот о чем. Распредставлено мнение, что мышление, будучи по необходимости неперцептивным процессом, то есть непроцессом восприятия, должно предшествовать созданию образа. Так что, скажем, Рембрандт вначале интеллектуально раздумывал над убогостью человеческого бытия, и лишь потом вложил результаты своих размышлений в свои картины. Но он-то считает, что наоборот. И он считает, что произведение изобразительного искусства является не иллюстрацией к мыслям его автора, а конечным проявлением самого мышления. А сам творческий процесс и есть процесс мышления. Причем он может быть огромным. Он может быть, правда, очень долгим. Вот от того, как Суриков увидел черную барону на белом снегу, впечатлился, начал искать и копать, что это может быть за материал, и вот до появления произведения Боярни Морозова. То есть он не обязательно только лишь с кистями и красками, да, вот этот этап творческий, а он сильно больше, и он все равно остается творческим. Потому что все это является большим-большим таким процессом формирования. И Эрнхейм вот в этих еще довольно ранних своих работах, середины 20 века, утверждает, что все это как раз процесс мышления. И что зачастую художник с удивлением приходит к какой-то мысли, видя свой результат. Потому что каждый раз некоторые процессы мышления для нас завершаются открытиями. Знаете же об этом? То есть вы помыслили что-то, о чем не догадывались, когда начинали про это думать. И думаете, ого, сами для себя совершаете открытие. Также и художник совершает то же самое для себя открытие, не только для всех. Но это не тот, кто грамотно упаковывает что-то до этого приготовленное в качестве мысли. Это тот, кто идет по пути этого мышления, причем зачастую очень смело идет по пути мышления. И поэтому стоит отметить, что когда мы говорим о том, что мы делаем, когда рисуем в детстве. Или что мы делаем, когда рисуем потом. То мы делаем одновременно две вещи. Мы познаем и создаем. И вот эта схема, я тут позволила себе побаловаться немного с произведениями искусства. В них так включать некоторые тезисы. И это познание в детском рисунке, оно как раз является одним из ключевых элементов. Создание для нас потом, когда мы уже творческие люди, и вот эти немногие люди, которые здесь... У нас действительно сильно больше тех, кто потом профессионально не занимается искусством. И сильно меньше тех прекрасных людей, которые все это время совершенствуют технику, берутся за это как за профессию. Проходят очень много испытаний на этом пути. Вот их меньше. А вот мы все, те, кто просто рисовали в детстве и так далее, да, вот мы вроде бы как будто бы забыли этот опыт. На самом деле нет. Это был опыт, большой-большой опыт познания мира окружающего, в частности мира, да, и себя самого в нем. И это познание, оно происходит путем мышления. Причем мышления разного. Обращу ваше внимание еще и на то, что рисовать мы начинаем раньше, чем говорить. То есть мышление вербальное, абстрактно-логическое так называемое, да, мышление левополушарное, оно как раз развивается уже с способностью говорить. Долгое время мы вслушиваемся в язык, потом мы начинаем сами продуцировать язык и говорим на нем. И сегодня мы говорим, например, в любом словаре вы найдете определение, что мышление живет в формах языка, в речи. По-другому оно не живет. Ну и мы не знаем, мыслим ли мы, если у нас не протекает некоторая речь, там, внутренняя речь, да, которую мы ощущаем как собственную мысль. Но в этом смысле мы понимаем, что до того, как мы начали говорить, наше мышление жило в других формах. И оно продолжает в этих формах жить. И мы, собственно говоря, прокачали свое визуальное мышление именно тогда. Это был очень мощный этап становления визуального мышления, и никто из нас не увернулся от этого становления. Вот что пишет еще Валерия Сергеевна Мухина, один из исследователей мышления, она психолог. Может быть, вам она известна по ее одному из документальных фильмов «Я и другие», где она ставит эксперименты. Он так в сети сейчас ходит частенько. Это вот фильм начала 70-х годов, по-моему, 71-го года. А это текст ее, фрагмент ее диссертации, 72-го года, который она защищала. И там она рассматривает, как именно понимать детский рисунок, что это такое. Что это за феномен такой? Ну, понятно, что родители умиряются детскому рисунку. Для них это дорогая вещь. Это какой-то вот такой подарок, например, на 8 марта или что-то еще. Но для всех остальных какую значимость имеет детский рисунок, кроме тех, кто имеет к этому какое-то близкое отношение? И она как раз говорит о том, что рисунок стоит понимать как еще одну знаковую реальность. Вот у нас есть языковая знаковая реальность. Мы договорились, что какие-то слова что-то означают. И мы поэтому друг друга хорошо понимаем. И ребенок в этом смысле, создавая свой рисунок, тоже осваивает вот этот опыт визуальной знаковой реальности, приходит к ней, изобретает ее, в общем-то, потому что ему осваивать-то не по кому еще. При нем мало кто рисует. Он только видит картинки и то, так как картинки он не рисует. Он рисует по-другому, он рисует из себя. Помните, вот мы в подростковом возрасте все приходим к тому, что пытаемся перерисовывать. Младший подростковый возраст. Нам хочется перерисовать, нам хочется технически совершенствоваться. Хочется человека в ракурсе нарисовать. Хочется, чтобы нос у него на лице появился, а его сложно нарисовать детскими руками еще. И мы очень сильно в эту сторону идем. А до этого мы рисуем, вообще не обращая внимания на образец. Мало того, ценность своего рисунка мы признаем даже выше, чем те самые иллюстрации в книжках, которые прекрасным сутеевым каким-нибудь сделаны. Вот это очень интересная вещь. И здесь Валерия Сергеевна обращает наше внимание вот на что. Рисунок отображает предмет или ситуацию, но не в этом его значение. Важно, что он сообщает, он является сообщением, такой знаковой реальностью, таким текстом, таким высказыванием маленького человека, который сообщает отношение к ним, к этому предмету, к этой ситуации, к этим изображенным, к событию, которое он изобразил и так далее. И это то, что не видно невооруженным глазом. Потому что наши отношения не видно невооруженным глазом, пока мы его не воплотили. Не воплотили в слове, например. Там мы учимся действительно знаково воплощать что-то в слове. Мало того, нам приходится еще и переучиваться. Потому что вместо «донодень ты, наконец-то, шапку», можно сказать «береги себя». И это, оказывается, могут быть два разных сообщения. Хотя смысл мы вкладывали, в общем-то, в этот «донодень ты, наконец-то, шапку» то же самое вкладывали. Но нашли не очень адекватную форму. А ребенок как раз ищет и находится в таком поиске очень адекватной формы выражения того сущностного, что он узнает про себя и мир в процессе вот такой коммуникации с этим миром. И не зря Оренхейм тоже об этом говорит, и Владимир Лежуковский, его цитаты я еще приведу. Они как раз опираются на то, что язык детского рисунка универсален. Дети читают рисунки друг друга вообще удивительно легко. И здесь неважно, почему конкурсы детского рисунка настолько действительно актуальны. Потому что международные конкурсы, это означает, что любая аудитория, зайдя в этот зал, поймет другого. Легко и очень ясно. И поэтому мы достаточно хорошо, как зрители, потом начинаем тоже с этим работать. Я покажу немножко материалов из наших полевых исследований. Тут, может быть, плохо заметно, я покажу его. Это камень с петроглифом в долине Козылчин, на Алтае, в горном Алтае. Мы были в 2016 году, и это полевое исследование как раз было посвящено тому, что мы пытались понять, опознать. Во-первых, мы нашли эти камни, мы не там поставили лагерь, и поэтому нашли те камни, на которые не рассчитывали. Не те, где археологи работают, а те, где археологи еще не работали. И вот мы здесь увидели вот такого маленького козлика на вот такой большой поверхности камня. Может быть, вы его тоже увидите. Вот у него есть рожок, вот у него мордочка, вот туловище, ножки и хвост. Поверхность камня очень большая, и дети, когда... Полевое исследование в летней школе, это такая разноборозная компания, дети от 10 лет и до 80, все мы вместе, большим детским коллективом проводим исследования. И когда мы начали называть памятники, потому что мы поняли, что этот объект не зарегистрирован, мы решили, что мы сейчас будем отмечать координаты и так далее, да, чтобы эти вот камни как-то зафиксировать. И начали давать им название. Это название было «Одинокий козел». Все дети, собравшись вместе, сказали, ну это же одинокий козел. Мы говорим, почему одинокий-то? Ну потому что он один. Но при этом козлов по одному было много. Ну вот, например, тоже камушек и тоже одинокий козел. Но этот козел, как сказали ребята, не одинокий. Как вы думаете, в чем разница? Пространство, да? Этот камень маленький, и фигура козлика входит ровно в этот объем камня. А здесь, смотрите, они еще, конечно, драматизировать любят, но это же подростки там в основном. Поэтому камень-то раскололся, но раскололся, видимо, потом. И они говорят, он еще и скачет в пропасть, сказали мне дети. И драматизировали ситуацию максимально. То есть вот эта вот ситуация того, что мы потом можем читать эти образы. Почему мы даем такие названия? Вот этот козлик, например, не был одиноким. А вот этот дуэт сразу был назван, как вы думаете, как? Догоняшки, хорошая версия. Догоняшки похожи. Но наши сказали семья. Ну, потому что один меньше, другой больше, и они явно вместе. И поэтому точно семья еще и похожа. Вот у них рожки одинаковые, хвостики похожи. То есть вот это вот ощущение того, что это какая-то пара родителей и ребенок. Вдруг появляется что-то, чего на самом деле нет. Если мы будем описывать, то это фигура козлика номер один и фигура козлика номер два. Ну, как бы так, если вот слухо описывать, то это примерно так. Или вот еще один интересный пример, когда в своей книге «Арнхейм», это книга «Искусство-визуальное восприятие», которую я рекомендую почитать, весьма она интересна. Он показывает нам такую картинку и говорит, что вы видите, как бы вы это описали. Почему именно? А что тогда вот, что это за состояние круга, который не по центру? Нестабильность, например, да? Движение. Вот это очень интересно. Смотрите, действительно, слова и понятия, которые возникают у нас при взгляде на такое изображение. Нестабильность, движение. Кто-то говорит напряжение, Арнхейм. Он, в частности, использует слово напряжение, потому что он говорит, нам, нашему глазу, хочется, чтобы, если будет квадрат, такая очень правильная фигура, статичная, да, и правильная, и равновесная фигура, то тогда нам важно, чтобы круг либо встал в центр, либо приблизился к краю. А пока он находится в неопределенном положении, мы будем ощущать это как движение, хотя никакого движения нет, он просто помещен в какое-то место. Как нестабильность. Хотя, ну какая тут стабильность, в общем? Ну все стабильно, он, в каждом тираже книжки круг на том же месте в квадрате. Представьте, какая стабильность? А книжки выходят бесконечно. Вот сейчас там последнее издание было уже в десятых годах, по-моему, Арнхейма. То есть в этом смысле мы оказываемся в очень интересном материале. Как только что-то, созданное визуально, мы начинаем тоже своими глазами воспринимать, мы тоже оказываемся в акте мышления. Потому что то понятие, которое возникает, его нет в этом круге. В нем нет напряжения, это для нас, перфекциониста, это для нас напряжение, это для нас нестабильность, это для нас движение. А если бы здесь не было нас, то стабильность предельная, да, и все правильно. Только между нами, только вот в этом процессе взаимодействия нас и этого материала происходит вот это вот чудо рождения, понятие, состояние, которое, в общем-то, впрямую невыразимо. Но мы находим формы. Ну вот, что об этом пишет Жуковский. Он говорит о том, что визуальное мышление это такая умственная деятельность, которая, в первую очередь, оперирует графическими, да, графическим материалом, пространство, структурированным схемами и так далее. И в этом смысле важным, наверное, будет вот такое его, такая его фиксация. Визуальное мышление способно отражать, преображать и воплощать любые отношения человека с миром в форме зримого явления сущности. Чего-то такого, что на самом деле скрыто, но мы знаем о нем, потому что мы мыслим. Мы помыслили про это, узнали это про мир или про себя в нем, или про наши взаимоотношения, и вытащили наружу в какой-то форме, в которой теперь это доступно еще кому-то. И мы сейчас посмотрим с вами на этапы детского рисунка, и на некоторые детские рисунки, и попробуем тоже с ними поработать, с космонавальным материалом. Представлю вот такую схему. Она тоже такая игручая с произведением Андриана, поэтому не очень такая нестабильная, напряженная в движении. Эта схема состоит из двух таких кругов. Вы видите, в нижней части от большого круга движение вверх, через четыре круга, потом четыре объединенные пятым, и потом четыре круга в такой цветочек складываются. Это этапы развития визуального мышления ребенка в этом процессе детского рисования, от того, как он начинает рисовать глобальную какую-то целостность, которая вообще ни на что не разделена пока. Потом он начинает анализировать, разделять целое на части, какой-то предмет действительности. Потом он находит какие-то связи, и вот он уже его интегрирует, и получается целый предмет. Но потом он то же самое делает с ситуацией. Как только человек начал рисовать и нарисовал какой-то предмет, он переходит на мышление ситуации и начинает рисовать эти предметы сначала рядоположенными в этой ситуации, ну как бы через запятую, там они все есть, поэтому что-то происходит. А потом начинает их соединять и интегрировать все сильнее и сильнее, тем самым выражая что-то, что в этой ситуации наглядным не было, пока он этого не сделал. Оно не было наблюдаемым в этой ситуации. Мы сейчас с вами на примеры посмотрим и поговорим об этом. Вот Жуковский пишет еще о красках о том, что является таким естественным этапом в подготовке руки, глаза, мозга нашего к тому, чтобы вообще начать рисовать. Этап каракулей, он очень большой. Помните, когда все листы зачеркиваются всем на свете, и быстро вся бумага тратится в доме, карандаши ломаются и списываются. И этот этап большой, но он заканчивается тогда, когда начинается вдумчивое рисование. Вдумчивое рисование начинается тогда, когда какую-то из каракулей человек называет. Он делает ее одну на листе, больше вообще ничего туда не делает, или их несколько на листе, но он каждую назовет. И это такой этап, когда появляется предметность. Вот в этом странном наборе каких-то формул появляется предметность. И это, например, один из таких примеров из книги Жуковского и Пивоварова «Интеллектуальная визуализация сущности». Там как раз есть материал по детскому рисунку, он очень интересен. И это один из примеров, где каракули названы машинки. Вот эти каракули, вроде бы, они почти не похожи друг на друга, не все из них похожи друг на друга. У некоторых машинок, видите, даже колесики есть. То есть какие-то детали появляются, которые конкретизируют. Но, опять же, не очень важно, как они расположены. Ну вот мы-то скажем, конечно, взрослые посмотрят и скажут. Ну вообще колеса, конечно, у машины не так расположены. Я увидел мышей. Мышей? Нет. Наверное, вот эта вот большая мышь, вот там, да, в центре, вот она вас смутила, видимо. Да, мы тоже можем много чего увидеть, потому что это тот этап, когда форма есть сама по себе. Вот эта глобальная целостность схватывается нами. Чаще всего она схватывается именно в форме круга. Это очень интересно тоже описано. Дальше я покажу уже с подробностями рисунок из книги Арнхейма. Он тоже про это говорит. Но следующий этап, это этап анализа, когда вдруг предмет действительности начинает нами раскладываться на какие-то составляющие, мы каждую составляющую очень тщательно анализируем, стараемся представить, какая она. Вот есть такой прекрасный пример, три года и один месяц, автору по имени Стасик. Эта картина его называется «Домик». Домик, ну как бы такой, не совсем собранный, нам кажется. Нестабильность, движение, все вот эти термины, которые до этого возникали, очень хорошо этому домику подходят. Но это тот этап, который, где как раз не визуализированы связи этих элементов предмета. Но важно, что они все есть. Если они все на одной картинке, значит они все есть. Я очень долго в этой лекции искала фотографию одного прекрасного примера, когда я тоже была теория искусства, и мы со студентами проходили, одна из студентов говорит, ну вот, я теперь все поняла, и принесла мне на следующую ленту работу своей дочери, которая это делала в детском саду. Все дети должны были наклеить божьих коровок. Им давали зеленый лист, давали красный кружок и черные кружки давали. Ну и она сделала так. Она на зеленый лист наклеила большой красный кружок, а вокруг методично обклеила все зелеными кружками. Вокруг. Когда воспитатели обратились к маме, ну причем там молодого кто не попадал в божью коровку, но все старались все-таки клеить туда. Они сказали, что конечно надо с ребенком что-то вот сделать. Надо что-то понять, что происходит с ребенком, потому что она неправильно клеит божью коровку. Но на самом деле, конечно, в этом смысле мы понимаем, что мы скорее имеем дело с вот этим этапом, но где воспитатель смог, успел вмешаться в работу, он 10 раз показал, что конечно же черное клеится на красное. А где ребенок вел самостоятельно эту работу, он считает, что божья коровка это когда все есть. И все признаки божьей коровки там появились. И мало того, там даже черточки карандашом появились, потому что лапок не хватало, нечего было наклеить, она еще начертила их, ну так вот прямыми полосочками, где-то сбоку. Я не нашла этого снимка, но для меня это один из таких очень интересных примеров. Причем ребенок учится, насколько я знаю, на архитектора теперь. Вот такое удивительное дело. То есть очень высоко развитое визуальное мышление у этого человека появилось. И следующий этап, это когда подробности начинают интегрироваться, когда эти подробности начинают снова собираться в целое. Вот после анализа всегда идет синтез. Мы с вами знаем об этом, да, любой анализ. Когда мы разбираем детали, мы должны теперь нами узнанные детали собрать в то самое целое, про которое мы теперь больше знаем, чем раньше. И вот появляются подобные схемы. Это рисунок из книги Арнхейма «Искусство-визуальное восприятие», где он показывает, что одна и та же схема, круговая схема расположения деталей, применяется универсально для разных совершенно предметов, объектов и так далее. Тут есть над чем погадать, но я бы перешла. Хотя на самом деле здесь, конечно, интересно. Вот есть рука с пальцами, видите, она предпоследняя в первом ряду, в верхнем ряду. Вот неважно, сколько пальцев. Нет, это дети рисовали. Это просто рисунки, которые собраны в одну схему, где Арнхейм показывает, как универсально эта работает схема. Да, я понимаю, что это шутка, я понимаю, что нейросеть поступает порой как дети, но она это делает не совсем так, как дети, потому что дети к этому приходят. Человек это приходит, например, к тому, что оказывается рука, она дифференцируется на пальцы. Как пальцы расположены вокруг руки? Как вот это изобразить? И он приходит к тому, что можно изобразить вот так. Первый его способ как-то попытаться это изобразить, что рука, оказывается, у нее пальцы есть. Или вот этот прекрасный путь с рыбкой, видите, он в нижнем ряду, вот он первый. Вид сверху. Кстати говоря, дети невероятно мощно рисуют карты. Один из опытов наших проекта со студентами в детском саду в Томске, он как раз это показал. Дети трех-четырех лет, которые, в общем-то, не владеют картами, рисуют свою дорогу от дома в садик, совершенно вообще удивительно, маркируя подробности там, говоря о том, что там, что будет означать в этой карте. Хотя, в общем-то, опыты с картой еще пока не очень большой имеют. Ну, есть такие странные вещи, нами не очень узнаваемые, например, первый в верхнем ряду – это грецкий орех. Сибирякам не очень понятно, что такое грецкий орех, да, он, оказывается, слоистый и мохнатый, пока он вот еще не избавился от венешней кожуры. Ну и так далее. Или вот, например, прекрасный рисунок, вот тот самый как раз этап, когда подробности, детали начинают собираться в целое. Но это пока предмет действительности. Как вы думаете, кто это изображен? Мама и папа. Почему так подумали? Вы правильно сказали по форме тела, потому что это этап головоногов, он так и называется, головоноги, да, и это как раз тот этап, когда еще целая человека не дифференцирована на тело и голову. Да, и поэтому у него есть, ну это как бы, у него не голова только, а именно тело. Тело вот с улыбочкой. Действительно, это мама и папа, которых сразу видно. Причем непонятно, вот здесь сердечко, оно сработало как форма, которую ребенок где-то видел, и поэтому пытался изобразить. Или просто, ну вот так случилось, что оно похоже на сердце, и при этом жест ее ног очень такой женский. Очень по-мужски стоит папа, и очень по-женски стоит мама. Интересный этап, как раз когда уже начинает изображаться предмет вот с какими-то неявными свойствами, но которые становятся для нас наглядными. Например, такая вот нежность мамы, да, и такая вот какая-то брутальность папы. Вдруг становится явным в детском рисунке. Или вот одна из интересных работ из конкурса детского рисунка. Это вот когда-то мы писали статью, я писала статью со своей коллегой по этому конкурсу, по ее выставке «Инисейская мозаика» 2010 года. И вот появился там такой рисунок. Видите, да, как ребенок изображает, например, что-то, что должно быть по идее не видно. Как вы думаете, что изображено? Птица съела другую птицу. Возможно, съела, кстати, да. Да, животик птицы, где, смотрите, внутри животика птицы происходит сцена. Еще одна птица как будто бы пугает другую. Видно же, да? Что одна так присела. Такая характерная сцена, такое вообще удивительное происходящее там внутри. Но он называет эту работу «Нерожденные птицы». Это мальчик из берлинской художественной школы, Самсон, ему 7 лет, и вот он нарисовал «Нерожденных птиц». Вот такие они бывают, «Нерожденные птицы». Причем в культуре мы знаем, что зачастую культурные памятники, культурно-визуальный материал тоже пользуются этим. Вот, например, кулайская культура, сибирская. Один из таких. Одна из форм визуализации круговорота в природе, вот этого вечного цикла, возрождения. Да, лосиха изображена с лосенком внутри нее. Это как раз знак вот этой вечности, знак цикличности, знак вот такой бесконечности. Перейдем к ситуациям. Это рисунок из книги Владимира Алексея Жуковского и Данила Антонио-Себиоварова «Интеллектуальный визуализация своей сущности». Он как раз представляет нам предметную ситуацию уже. Причем предметную ситуацию в таком ее пике, когда много неявных свойств явлено наружу. Что мы видим? Как бы вы это описали? Один ребенок укращает другого чупа-чупсом. Один ребенок укращает другого чупа-чупсом. Да, хорошо. А видим ли мы еще что-нибудь, кроме этого? Эмоции. Эмоции. Какие? Который укращает, не по своей воле это делает. Не по своей воле это делает. Почему вы так решили? Ну, он хмурый какой-то. У него есть брови, и они очень хорошо нахмурены, да? Да. У него у единственного есть брови, и они есть именно для того, чтобы нам показать, как он хмурится. Так ведь? У него есть руки, чтобы протягивать. Да, у него есть руки, чтобы протягивать. Почему вы так говорите? Потому что? У второго нет. У второго нет рук. Почему у второго нет рук? У него есть язык. Незачем? Незачем. У него есть язык. У него такой язык, что если бы у него были руки, да, пожалуй, чупа-чупс ушел бы вообще, да? Очень интересно. А можно ли еще какое-то взаимодействие увидеть? Вот есть ли еще какие-то детали, которые говорят про взаимодействие? Может, у него какие-то шорты были самые такие яркие? Потому что только шорты есть. Ну, возможно, это такое усредненное представление об одежде. Потому что, смотрите, у того, кто хмурится, у него руки-то есть, но рубашка и шорты не разделены. И даже полосой, да? Видно, как они стоят нарушениях. И как это они стоят? На один бок они будут развернуты, а на другой. Да, смотрите, тот, который с большим языком и без рук, обезопасенный такие, у него колени немножко согнуты в сторону того, кто его угощает. И как будто бы, поэтому мы видим, как будто бы развернуты стопы в его сторону. То есть он прямо тянется, да, он идет навстречу. А этот товарищ, вот он очень так фронтально расположен. Ну вот, давайте посмотрим на комментарий. И это очень многое нам открывает. Есть комментарий ребенка, он сам называет этот рисунок. И он называет его так. Я не жадный, даю Кольке эскимолизнуть. Что мы тогда понимаем про эту ситуацию, исходя из того, что мы видели в рисунке, и комментария? Как вы думаете? Мы говорим, а не хочет жаден, давай, а он не хочет. А он не хочет. А он не хочет, потому что жадный? Потому что он сам хочет. Сам, потому что хочет. Эскимолиза? Конечно. Конечно. Иронизирует, мне кажется. Почему? Ну, потому что я не жадный, а на изображении он видит, что жадный. То есть он как будто подтрунен родителям, которые хотят сделать его лучше. Просто называть словами то, что он хочет, чтобы услышали. А рисует то, что есть. Да, спасибо большое. Вот это очень хорошее утверждение. Мы, взрослые, можем понять это как иронию, да? И поэтому мы улыбаемся, глядя на рисунок. Я специально по рисунку, а детская психология. У нас другой психологии нету, из ребенка ничего не достанешь, а по рисунку можно достать. Это вот как называется оговориться, да? То есть когда ты оговорился, когда ты... Поскольку этот процесс визуального мышления, он же приводит тебя к тому, что ты понял. И поэтому каждый поймет то, что ты понял. Ты визуализировал то, что ты понял. Ты сам понял про эту ситуацию. Но когда ты комментируешь, ты говоришь, ну я же не жадный, говоришь ты. Ступаешься за себя. Ты же видишь себя, каким ты себя нарисовал. Тебе правда жалко было. Ну, пытаешься понять, что взрослые, чтобы они тебя тоже поняли. И говоришь, ну я же не жадный, на самом-то деле, я же дал ему лизнуть из кемо. Он себя как бы оправдывает вот этим комментарием, да? Я сделал то, что вы хотели. Вы говорите, не будь жадным. Я не жадный. Но мне это далось тяжело. Допустим, так. Можно было продолжить эту фразу. Как рисунок может нам раскрыть ситуацию совсем с другой стороны, чем мы могли бы ее увидеть. Нам кажется, например, мы бы сказали, что если бы там стоял еще взрослый, мы бы сказали, что ребенок послушный, например. Надо было бы ему брови убрать тогда, потому что так он тоже не очень послушный. Сопротивление в нем есть. Вот мы с вами прошли такой круг, глядя на рисунки. Мы недалеко не все этапы рассмотрели, потому что, конечно, это не на 45 минут разговор про вот это все, про это удивительное становление визуального мышления. И этот круг, видите, он показывает нам как раз то, что мы движемся в нашем таком становлении визуального мышления от того, что мы просто пытаемся выхватить объект из среды, просто границу ему дать. И потом мы его называем, поэтому один и тот же кружок будет дядя, папа, машинка, еще что-то. Один и тот же кружок будет всем какое-то время, а потом появляются подробности. И они то раскладываются по частям, то они потом собираются в целое. И в конце концов появляется тот рисунок, который, собственно говоря, являет нам какую-то скрытую сущность той реальности, с которой имел дело ребенок. Удивительно, почему, вы правы, психологи в основном с детским рисунком и работают. Потому что это самое честное высказывание. Потому что зачастую ребенок, почему дети начинают нам привирать, потому что они не хотят потерять комфорт. Наши доверия и так далее. Поэтому правду о том, что ему было жалко, он бы не сказал никому, но нарисовал. И в этом смысле мы понимаем, что визуальное мышление, вот оно этот круг совершает. Но оно не остается на том уровне, когда мы только познаем окружающую реальность. Потому что оно мышление. Поэтому дети, вот тут на выставке есть такой большой текст, аннотация про то, как у детей появляются фантазии и воображения. На выставке, ух ты, даже Андрей, есть этот текст. И действительно дети с воображением работают куда эффективнее, чем взрослые. И визуальное мышление у них куда эффективнее, чем у взрослых в этот момент. Потому что оно в самом пике своего развития. И поэтому визуальное мышление, как та способность, которая дает нам дальше представить то, чего нет. Совершить открытие. Геометрия Лобачевского, например, да, та же самая, про которую я часто говорю. Как раз как пример того, что она не нашла своего применения, пока не появилась астрофизика, например. И вот в астрономии она оказалась очень эффективно применима. Но ее нет на Земле. Для нее не было опытной среды, чтобы ее понять и увидеть. И в этом смысле вот те прекрасные фантазийные существа, которые появляются, да, вот этот бестиарий, который есть на этой выставке, он как раз тот самый, что мог бы быть. Но, ну и вот он есть, теперь он есть. И теперь он не существует, ну вот в таком виде, например. Детская фантазия, детское воображение идут рука об руку с визуальным мышлением. Потому что именно мышление нам позволяет так раскрыть границы нашего опыта. Сделать что-то с этим опытом такое, чего не было в реальности. Мы можем, например, мы говорили с вами уже о шапанной доске, но ведь мы зачастую так делаем со многими вещами. То есть мы можем представить результат своего действия визуально. Мы можем спроектировать и там спланировать шаги. Мы можем, не делая физически чего-то, представить, что чего-то нет. Например, можем сказать, что, ну представьте, что вот нет половины картины. Для этого не надо резать картину пополам, чтобы это представить. Мы можем это сделать мысленно. И в этом смысле сила нашего визуального мышления очень велика. И наши профессии, они, любые профессии, очень сильно с этим потом связаны. Потому что, ну, конечно, инженеры, которые общаются с помощью тертежей, архитекторы, это все те же визуалы и художники. Но и все мы, даже люди, которые ведут бизнес, например, признаются, что именно визуализация шагов позволяет им делать что-то эффективнее. Вот такой мы путь проделываем. И в этом смысле жить и видеть для нас такие параллельные существующие процессы. Я мыслью, значит, существую. Ну вот здесь вот я вижу, значит, существую. Действительно, потому что, смотрите, видеть разные вещи. И мы знаем, что когда мы видим, мы как раз куда-то глубже зрим, чем поверхность. Мы с вами сегодня увидели, как детские рисунки, правда, позволяют нам увидеть не поверхность происходящего, а суть происходящего. В таких тоненьких деталях, в таких вот каких-то маленьких черточках позволяют нам прочитать, что именно происходило. Ну и у меня к вам есть, конечно, рекомендуемая литература. Она цитировалась на слайдах. Ну, наверное, это две самых базовых книжки. На самом деле литературы больше. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Спасибо.